здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор той ситуации которая произошла у нас на глазах когда пригожин взбунтовался и пошел на москву как он за сутки почти дошел до москвы а потом развернулся и ну что называется дал заднюю а мы уже ждали что все произойдет начнется революция и так далее но видите он поступил по другому и мне ну здесь очень захотелось разобраться что же на самом деле там произошло и очень кстати было то интервью которое он дал примерно месяц назад вот большое так называемое интервью где он много чего сказал это интервью разобрали на цитаты но самое главное по невербальному поведению мне хотелось понять насколько он плохо относится например к путину насколько либо наоборот хорошо да и вот в этом контексте я ну как бы уже понимала бы как вообще ну что это такое было потому что если они относятся друг другу хорошо то это чистейший договорняк если они относятся плохо то это он реально взбунтовался если там какие то есть нюансы то эти нюансы можно рассмотреть с точки зрения невербального поведения но давайте начнем разбор с того как реагировал путин на разные ситуации и я для того чтобы сравнивать нам с вами взяла его выступление во время этого мятежа и после мятежа как он себя вел вот эти два видео они примерно одинаковые хронологически это по пять минут выступления здесь прошу обратить внимание что путин в обоих случаях стоит но смотрите когда он во время мятежа стоит камера чуть дальше то есть вот все таки на получается фокус но немножечко он отдален от камеры но это такой небольшой нюансик который но такой косвенный признак того что но немного человек в стрессе да вот вот дополнительный плюсик в пользу того что человек стрессе камера чуть дальше снимает она либо вот так получилось да а значит второй момент я решила посчитать и вообще посмотреть за его невербальным поведением и для этого я в обоих случаях отключила видео мы сейчас посмотрим все это быстрый съем ну вот я два раза увеличила скорость но отключила звук для того чтобы нам засечь как он переступает вообще когда человек выступает стоя он всегда будет переступать с ноги на ногу да это нормальный процесс физиологический да когда немножко устаешь кроме того естественно человек волнуется это понятно но здесь очень важно сколько и как он переступает и самое важное это положение головы при этом да вот давайте наблюдать за этими параметрами и что касается переступаний здесь вот переступание перетаптывание это с одной стороны это расширение в пространстве да вот на каких-то более уверенных вещах человеку свойственно расширять свое пространство и занимать большую позицию то есть вот так вот перемещать свой корпус значит это с одной стороны это активное действие но на самом деле что такое вот это активное действие это реакция на раздражитель ну возможно на какие-то события да это реакция беги или дерись и здесь получается ну беги и дерись это чуть разные понятия да но все равно в любом случае беги скорее будет отклонение назад но тем не менее все таки вот расширение это тоже движение корпуса это же активные действия это же можно отнести хоть частично но к теме беги а значит это как демонстрация уверенности активности ну как бы человек говорит о том что это мое я буду драться за это но нужно смотреть какая при этом амплитуда у нас прекрасный пример до и после и вот здесь вот мы с вами все это будем смотреть и разбираться чем отличаются вот эти вот перетаптывание у него до и после я сейчас включаю ну она в принципе все равно будет без звука здесь я вот эти циферки это когда он переступает будут я я посчитала сколько раз он переступает и здесь мы видим что во время мятежа он переступает чаще а еще такой момент на сейчас секундочку вот обращаем внимание что амплитуда вот здесь вот меньше и между переступаниями смотрите получается что он не завершая переступания вот смотрите его процесс переступания происходит в одну сторону потом в другую да и вот если он зависает ну вот здесь то я считаю что следующее переступание это уже как следующие переступания если он это делает быстро то я считаю что это одно переступание потому что ну быстро это как бы он начинает и завершает свой жест а то есть завершённость жестов говорит о том что он действительно не меньше стресса испытывает в данный момент а А когда он переступил и задержался, он как бы растерялся на какую-то долю секунды. И это говорит о том, что он испытывает определенный стресс. Дальше, наблюдаем за челюстью. Здесь у нас челюсть тоже, ну в основном челюсть ниже немного, чем вот в этом случае. То есть вот здесь вот он чаще поднимает челюсть. Амплитуда переступаний шире, то есть он больше места занимает в пространстве. Это говорит о том, что он увереннее. И эмоции более спокойны, уверены. Он больше стоит стабильно на месте, да, в отличие от вот этого примера. Ну давайте я еще раз включаю, что-то я замедлила. Да, вот наблюдайте за ними, за обоями. Они без звука идут. И вот видите, что здесь больше суетливости. И я после этого видео вам дам такие подсказки по поводу переступаний. Потому что переступание, это может быть разное. Переступание может быть, вот видите, здесь голова выше. Чаще он поднимает голову, чаще он что-то говорит уверенней, да. Так вот, переступания бывают разные. И мы с вами, вот эти нюансики я в конце отмечу, которые, ну вот нюансы, которые говорят об уверенности и о неуверенности человека. То есть переступает он в любом случае, да. А вот здесь вот, видите, прям амплитуда уменьшается. Значит, вот что касается нашей страны и нашему народу, он в этом полностью уверен. Я уж не знаю из каких соображений. Но судя по тому, как народ, который смотрит телевизор, какие реакции выдает и какие вообще перлы периодически мне попадаются в интернете, я просто понимаю, насколько народ одурачен. Ну ладно, я постараюсь на это не обращать внимания. Но в данном случае человек вот именно в этом вопросе, он уверен. И вот на этом моменте он поднял голову. То есть здесь вот как раз вот эта тема для него близка, и она не вызывает стресса, а дает уверенность дополнительно. Дальше смотрим. Видите, вот здесь уже когда после, голова легче двигается, голова легче поднимается, и больше, ну как бы, легкости в том, что он проговаривает, да. Значит, отвращение на словах разрушения армии и распад государства. То есть ему это совсем не хочется, ему это не нравится. Ну естественно, кому это понравится. Так, смотрим дальше. Так, сейчас вот я сократила это вот пятиминутное выступление, я его сократила до двух минут, да. Получается в два раза быстрее. Для того, чтобы нам с вами посчитать, сколько раз он переступает. И переступает, как вы видите, здесь уже большее количество раз переминается с ноги на ногу. И в итоге вот циферки идут. Вы можете пересчитать, если хотите. Потом в комментариях написать, если я где-то ошиблась. Но в целом, в целом тенденцию вы видите, да. То есть здесь он чаще переступает. И это происходит более суетливо. Более суетливо. И сейчас вот по его выступлению мы поймем, насколько это было, скажем так, им предсказуемо. Насколько он ожидал этого. Насколько он, ну вот стресс, уровень стресса виден как раз по тому, как он выступает до и после. Невзирая на то, что он обладает определенным опытом выступлений. Тем не менее, мы видим, что здесь у нас переступаний намного больше. Так, подождите, а здесь я что-то... Да, кстати, вот сейчас было переступание, а я циферку не поставила. Пропустила одно переступание. Поэтому, значит, потом плюсик поставим к тому количеству, которое было. Да, ну вот подошло к концу выступления. Во время мятежа он чуть подзадержался, но там буквально ненамного. И мы видим, что в этом случае он переступал, получается, 28 раз. А после мятежа 18, но плюс один, который я там пропустила. Поэтому 19 раз. Почти на 10 переступаний в этом случае больше. Так вот, давайте разбираться, какие переступания говорят об уверенности, а какие говорят о неуверенности. И здесь вот об уверенности нам говорят переступания, которые делаются медленно, что называется, в развалку. Второй момент – это широкие переступания. Вот, то есть человек не ограничивает себя в амплитуде переступаний. И это говорит о том, что он уверен. Дальше. Он делает это редко, потому что он никуда не торопится и делает вот в тех моментах, которые он считает для себя более уверенными. Ну, где он больше всего уверен. Следующее. Уверенное расположение корпуса. Челюсть он держит выше. Вот в этом случае, когда мы... Сейчас, секундочку. Вот, видите, вот здесь у нас челюсть выше. Ну, и расположение его чуть ближе к камере, что тоже говорит о большей уверенности. И по эмоциям наблюдаем. Здесь больше превалирует злость, отвращение и презрение. В отличие от этого примера, где мы видим больше неуверенности, здесь переступания происходят более суетливо. Амплитуда у них меньше. Также присутствует незаконченность жестов, где он как бы зависает в одном... Ну, вот в моменте переступания, а потом продолжает это переступание через какое-то время. Значит, он делает это часто. Он при этом сутулится немного. И челюсть держит в целом чаще низко, нежели вот в этом случае. Ну, чуть ниже, скажем так. Ровно и чуть ниже. И, значит, эмоции, какие превалируют, это печаль и отвращение. Но, вот при всем при этом, я увидела, что невзирая на то, что присутствует вот в этом случае больше нервозность, все-таки я должна заметить, что он не так напуган, как вот во время этого бунта. Это, ну, я видела в соцсетях, что многие говорят, что он там выступил, что он там трясется от страха. Нет, он не трясся от страха. Он просто был напуган и озабочен. Но он не был в панике. Вот либо он действительно настолько умеет держать себя в руках, либо он действительно не был так напуган. И вот это вот меня натолкнуло на мысль, что надо бы посмотреть вообще, что пригожен, насколько он был уверен. Потому что вот как раз его интервью примерно за месяц, да, оно как раз могло бы открыть нам вообще, почему он так поступил, что им двигало, да, и давайте разбираться в этом вместе. Да, сейчас я себя сдвину, чтобы вот сюда, наверное, лучше я сдвину, чтобы не мешать. Да, и давайте разбираться теперь с пригоженным. То есть по Путину мы понимаем, что он был напуган, озабочен, но не в панике, да, в момент этого бунта. А значит, давайте смотреть, что же нам поведал Пригожин из того, что мы можем, ну, из чего мы можем сделать выводы. Итак. И как-то у нас всё вот не складывается. И в принципе Иосиф Фиссарионович, он бы сделал выводы, расстрелял бы человек 200, может быть, кого-то повесил ради собственного удовольствия, так сказать, эстетического наслаждения. Ну, видите, как он говорит? Он говорит очень осторожно. Вот это вот имейте в виду. Человек, который, ну, выступил, да, против это ВВП, да, получается, что говорит очень осторожно. Но, тем не менее, он ставит себя в родительскую позицию, ставит себя выше и даёт оценку, как бы советует ВВП, да. Но при этом, смотрите, он это делает очень тихо, доверительно, как бы по секрету, да. И самое главное, он не делает опасных выводов. Он как бы проводит параллель, он как бы даёт оценку, он как бы советует, но ничего не навязывает. То есть вот эта осторожность, осторожность в его высказываниях, вот это очень чётко сквозит вот прям всё его интервью. У нас никаких выводов пока не сделано. И когда мы... Видите, не сделано у нас. То есть он не говорит нашим руководителям, выводов не сделано. Или не говорит, Владимир Владимирович выводов не сделал. То есть конкретно намекает на Путина, но при этом как бы обобщает, да, обобщает. Нами не сделано. Так вот как бы наехал, но в то же время так... А, да, да, вот-вот, расфокусировался тут же, как только приблизился. О чём это говорит? Это говорит о том, что он его боится. Он боится ему предъявлять обвинения. Да, но недовольство у него растёт. Вот это очень важно. Мать плачет над своим сыном. Или как у меня вот тут видео прислали. Отец сидит около гроба сына и говорит, Владимир Владимирович... Ещё один камушек в огород Путина, но... Я понимаю. Видите, перекладывает вот эти слова тому человеку, который как бы передаёт. Да, да, и действительно там вполне возможно, что есть это видео, и есть тот человек, который сказал. Но смотрите, то, что он эти слова цитирует, он уже берёт на себя часть авторства этих слов. Да, то есть, если ты цитируешь, значит, это высказывание тебе близко. Да, но цитируя, он опять уходит от обвинений. Что вы генералам медали даёте. Но моему сыну-то за что не дали. А я вижу, за что не дали. Система так устроена. Видите, и съезжает на систему. То есть, обвинение, камень летит в огород Путина, а потом, бах, меняет траекторию и летит, оказывается, в адрес системы. Ведь мы прекрасно понимаем, любой человек, который хоть немножко вот умеет складывать один плюс один, он понимает, что эту систему выстроил именно этот человек, да, которому сейчас было столько намёков, да, и по поводу Сталина, и по поводу всего, да. Но, но, так, бах, и камень развернулся, полетел в другом направлении. Вот это вот изящный такой, изящный уход от наезда, собственного наезда, говорит о том, что просто в данном случае он боится, боится предъявлять претензии, боится называть вещи своими именами, но недовольство в нём растёт. И эти вот недовольства он высказывает. Да, и тут, конечно же, знаете, вспомнилось мне в начале ещё этой спецоперации, когда показали видео, где женщина узнала о том, что её сын погиб на СВО, и она, это в автобусе было, и она, ну, заплакала, закричала и прокричала, будь проклята, это Украина. То есть людям свойственно, когда против них очень сильный противник, свойственно перенаправлять свою агрессию на того, кто им не ответит. То есть этого я боюсь, да, то я перенаправлю лучше свою агрессию в другую сторону. Вот в данном случае я вижу, что человек очень боится Путина. Ну, поэтому, конечно же, ну, это показатель того, что, ну, как бы странно, то, что он выступил, да. Идём дальше, смотрим ещё, какие намёки он нам давал, да, и как он эти намёки изящно перебрасывал, вот, то есть камень летит-летит и в другом направлении улетает. Просто вообще вот блестяще. Давайте. Евгений Викторович, вы согласны с целями специальной военной операции? И какие, на ваш взгляд, проблемы есть вот в ходе проведения своего, как вы считаете? Может, нет проблем? Да, ну, так, будем отвечать немножко обтекаемо, да, потому что если сказать всё... Видите, обтекаемо хочет отвечать, потому что он боится говорить правду, боится говорить прямо. Опять, ещё, ну, то есть, человек перед нами, который при всех своих, как бы, заслугах, да, он боится говорить так, как он думает. Прямо, то... Чтобы не подплать на действующие законодательства. Да, даже не законодательство, это просто такой, уже будет революционный настрой, а нам этого не нужно. Видите, вот ещё месяц назад он не собирался никаких революций устраивать, и вообще он старался быть законопослушным. Ну, кстати, обращаюсь к тем, кто и сейчас продолжает пытаться быть законопослушным, рано или поздно, когда вас поставят к стенке, а это произойдёт рано или поздно, вам придётся принимать какую-то сторону, вот как сейчас на примере Пригожина мы с вами увидели, как это произошло. Поэтому, если принимаешь сторону зла, то рано или поздно за это придётся отвечать. Здесь он пытается как-то найти компромисс, да, и вот камень вроде как летит-летит и летит в другую сторону, да. И что касается СВО, чётко он абсолютно не согласен вообще в принципе с этой СВО, но при этом он очень боится об этом сказать. Надо мягко менять нашу бюрократическую трясину, нашу бюрократическую онкологию, я бы сказал. Мы просто мыл... Ну то есть сейчас камень полетел в бюрократическую трясину, да, но всё же это продукт правления Путина. Вообще вот, знаете, он вот всё это интервью говорит много правильных вещей, да, но, но вот эти все правильные вещи вдруг улетают в какую-то трясину, правда, трясину какого-то бреда, какого-то абсурда, да, вот, то есть бюрократическая трясина. А кто её устроил, кто её организовал, ну, как будто здесь вот, знаете, такой, такой мистический бермудский треугольник, где нет ответов, да, нет абсолютно ни одного ответа. И догадаться вот прям один плюс один в данном случае человек не может, не может сопоставить, потому что просто он боится это сделать. Лучше сделать свободную экономическую зону, добывать уголь, продавать. Ну, это, это я вообще поставила просто чисто, чтобы поржать, как один преступник говорит, что вот главный преступник ведёт себя неправильно, надо награбленное, надо продавать по-другому, надо делать это по-другому, да, то есть надо со всеми делиться. То есть преступник, они, ну, там, преступники отжали какое-то количество там чего-то, ну, богат, да, и вот главный преступник просто взял и неправильно себя повёл. И вот этот преступник поменьше объясняет, как надо было себя вести. Это вообще-то два бандита. Ужас. Давайте вот, там же в схемах угольных, там такие мутки были. Дальше поставили туда Курченко. Курченко, который просто разворовал всё, что мог. Понятно, что определённое количество людей и в погонах, и без погон, и с администрацией президента были в доле с этим Курченко. Ну, то есть здесь ещё один камушек полетел в сторону ВВП, да, но опять не долетел, опять развернулся, опять полетел куда-то в другую сторону, да, кто-то в погонах, да. А как-то вот, в принципе, это же логично, что это не просто кто-то в погонах, а это были люди, которые были от, от Путина. И это понятно, это всё понятно, шито белыми нитками, и он это прекрасно понимает, но при этом он боится произносить Путина, да, ну, произносить то, что виновен во всём именно Путин, да. Ну, давайте дальше. То есть, вот из всего из этого я понимаю, что он, вот, по крайней мере, месяц назад он безумно боялся Путина. Так что же произошло? Но, кроме того, что он боялся Путина, здесь ещё один момент у него очень чётко прослеживается, и даже сейчас, когда он отошёл от дел, он всё равно это в своём обращении произносит. Давайте смотреть. Видите, говорит и демонстрирует большие пальцы. Большие пальцы – это эго. И в данном случае он говорит о своём могуществе, о том, что он уже выше, чем Министерство обороны, и вот здесь вот как раз он, ну, как мы видим, что его эго на этих словах очень сильно растёт. Вагнер не может передать позиции, потому что российская армия не готова их принять. Это значит, что ЧВК Вагнер стала на уровень выше российской армии. А это было бы не совсем правильно с точки зрения государственности. И поэтому они обязаны принять. Если принять не могут, то соответствующие лица должны застрелиться. Вот, собственно говоря. Евгений Викторович. Видите, какая облегчённая улыбка. Челюсть он не поднимает, потому что как бы он намекает. Он не… Это не удар, это такой намёк, который вот как раз намёки, они идут вниз. Удар мы наносим сверху, да, удар мы наносим с поднятой челюсти, а здесь челюсть пониже. То есть мы намекаем, да, вот вы должны застрелиться. Честь вам не позволит дальше жить. Ну, то есть здесь понятно, что, ну, конечно, плохое отношение к Министерству обороны, мы это пронаблюдали неоднократно. Но самое главное, что он здесь и там вообще вот через всё это интервью сквозит то, что он, ну, на данный момент, по крайней мере, когда даёт интервью, он считает, что ЧВК Вагнер – это самая мощная боевая структура, которая мощнее, чем Министерство обороны. Ну, то есть я думаю, что это не безосновательно, и сейчас даже, когда он потерпел, ну, когда он, я не знаю, как это назвать, да, когда он отошёл от этого бунта, он тоже произносит и неоднократно, что ЧВК Вагнер – это очень мощная организация. Хочется добавить террористическая, да, но, тем не менее, ну, вот это для него очень важно, это растит его эго, и это его предмет гордости. То есть получается, что он вырастил такую организацию, которую он считает очень мощной, очень устрашающей, и вот получается, что невзирая на то, что месяц назад он со страхом боялся произносить имя Путина, Ну, вот получается, что чаша весов, вот постепенно вот эта организация ЧВК Вагнер, он всё больше, получая подтверждение того, что его организация мощнее, она, получается, что весы перевешивают вот то, что он мнит себя большой фигурой, да, И здесь уже, видимо, вот этот баланс настал, и он понял, что, ну, действительно он представляет из себя мощную силу, которой можно испугать, да, И в какой-то момент, а в какой момент, получается, что точкой кипения, ну, получилось вот это вот обстрел его позиций, да, позиций со стороны Министерства обороны. Но давайте подумаем логично, ну, вот Шойгу, который руководил этим обстрелом, он бы никогда в жизни от своего имени, как бы он плохо не относился к ЧВК Вагнер и лично к Пригожину, он бы никогда в жизни не стал бы по нему стрелять, потому что это слишком, это уже переход через границы. На это Шойгу, он достаточно труслив, он, ну, мы видели, я разбирала его интервью, и я видела, что это человек, который всего боится, который, да, он там пытается изобразить из себя какого-то очень важного человека, но при этом у него поджилки трясутся, у него там не было никаких эмоций, у него он проговаривал всё, вот, как заученные какие-то фразы, и действительно это человек, который в вечном стрессе живёт, да, и от своего имени, чтобы он хоть один снаряд отправил в сторону ЧВК Вагнер, да никогда в жизни я в это не поверю, чтобы он это сделал от своего имени. А как он это сделал? Он получил явно приказ. И от кого он мог получить такой приказ? Да, конечно же, от Путина. И поэтому у меня возникла такая, ну, версия в самом начале этого бунта, что это всё, ну, спланированная акция, да, Путиным. Но, наблюдая за этими участниками, я понимаю, что всё-таки Пригожин в данном случае, его недовольство росло, и при этом росло, ну, росло ощущение важности той организации, которую он взрастил, да, то есть чувство собственной важности тоже росло. И вот в этот момент, бах, и прилетает снаряд. Он, конечно, ну, или там, я не знаю, обстреливают его людей, там кто-то погибает, да, и вот в этот момент, конечно же, он прекрасно понимает, откуда веет ветер, да, откуда дует ветер. Конечно же, он понимает, что у Шойгу кишка тонка, обстреливать его позиции. И здесь он взбунтовался против всего, да, вот как точка кипения настала. Значит, и поэтому он так решительно пошёл вперёд, поэтому он так вёл себя первые сутки, а потом он сдулся, потому что страх, к сожалению, или, к счастью, взял верх. Ну, вот такая вот история. Поэтому здесь, что, что могу, какие выводы могу я сделать? То, что это не был договорняк с Путиным, это не было какой-то спланированной акцией, но это была очередная подлость Путина, да, он сначала взрастил ЧВК Вагнер, потом дал команду эту ЧВК обстрелять. Вот и всё, вот так вот Путин поступает со своими сторонниками, так он поступает, да, неважно с кем, со всеми он всегда так поступает. Это, ну, это манера поведения. Ну, теперь я, по крайней мере, для себя понимаю, что это было. Наблюдаем внимательно за событиями, потому что вот это, ну, то, что Пригожин так взбрыкнул, я думаю, что ему просто так это не оставят. Ну, не знаю, посмотрим. И там были ещё моменты, которые хотелось бы отметить, но вот самое главное, я для себя поняла, что это было. Это было, да, безусловно, вот в случае с Путиным, да, когда он выступал даже, было видно, что он не так волнуется, как вот реально, ну, предполагалось бы волнение. Поэтому здесь у него явно присутствует какие-то, присутствует какая-то уверенность в том, что всё будет хорошо, вот, вот есть, есть за что ему зацепиться. Поэтому паники здесь не было. Я уж не знаю, на какой стадии переговоров на этот момент были они там с Лукашенко, да, но, видимо, были причины у Путина сильно не волноваться. Но мы с вами все пронаблюдали за этим блокбастером. Жаль, конечно, по-своему, должна сказать, жаль, что не свергли этого монстра, но значит, значит, это произойдёт по-другому, и я надеюсь, что мы увидим Путина на скамье подсудимых рано или поздно. Да, вот на этом я буду завершать свой разбор. Напишите своё мнение, как вы считаете, вот, по поводу этого всего, что это было. Может быть, я где-то ошибаюсь, может, я где-то не учла какие-то моменты. Пожалуйста, напишите своё мнение, мне очень интересно знать, что вы считаете. Да, я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok